Музыкально, весело, задорно. В консерватории второй раз в истории готовят новогодний спектакль. Студенческими силами и преподавательскими талантами. Развлекать малышей и рассказывать музыкальную историю. Про волка и семерых козлят выпало первокурсникам. Мастерство актера ребята постигают всего четвертый месяц. В этом, говорит педагог, есть и минусы, и плюсы. И они недалеко ушли от детского возраста. Им, по крайней мере, очень интересно это. И они сами, как дети, играют эту сказку. Это тоже интересный опыт для меня. В консерватории козлята, а в тюзи – куры. К Новому году в Театре юного зрителя поставили «Черную курицу». Эта сказка была чуть ли не первым произведением, написанным специально для детей. Старались вот копаться в своем детстве, в своих воспоминаниях, в своих вымышленных друзьях из детства. Вот, как-то так. Режиссер использовал все технические возможности современного театра. Постановка напоминает то культовую матрицу, то модное течение «Манекен-челлендж». Мрачные декорации компенсируются яркой хореографией. А в Театре драмы все ярко и весело. Здесь тоже не стали ничего изобретать. За основу взяли известную и проверенную временем сказку «Летучий корабль». Для молодого актера Дмитрия Кривоносова спектакль стал возвращением в детство. Это тоже был один из самых любимых мультиков в детстве нашего поколения. И я думаю, это даже сейчас актуально, потому что все равно, то есть сказка дает понять, что добро всегда побеждает зло. Но, конечно, это не точная копия мультфильма Гарри Бардина. Создатели постановки кое-что все же изменили. К музыке сделали новую аранжировку, а Водянова отправили в восточную сказку. Я вотяну, я вотяну, поговори мне, кто со мной. Екатерина Молчанск, Олег Буланов, Игорь Шишилин. Новости Телеобъектив.